Конкретное преимущество перед другими субъектами страны. Добиться этого в Ульяновской области намерены за счет расширения условий для инвесторов. Речь о строительстве готовой инженерной инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов в регионе за пределами особых экономических зон. Раньше, если заходили на территорию индустриальных парков, то мы готовые инвестиционные площадки уже с инженерными сетями предлагали. Но предприятия, которые реализовывали свои инвестиционные проекты на территории региона за пределами промышленных зон, такой возможности не имели и вынуждены были строить инженерную инфраструктуру за свой счет. Сейчас предполагается строительство за счет областного бюджета. Изменения коснутся тех резидентов, чей объем инвестиций в регионе составляет не менее 200 миллионов рублей. А коэффициент оплаты труда должен достигать отметки в полтора раза от средней зарплаты в Ульяновской области. На заседании правительства единогласно проголосовали за поправки в этот законопроект. Заслушали на совещании доклады об исполнении поручений президента страны. Первыми отчитались в Министерстве семейной демографической политики и соцблагополучия. Говорили о дополнительной поддержке пожилых граждан в период пандемии. В части финансовой помощи это единовременная выплата в размере до 5000 рублей, которая компенсирует затраты на лекарства граждан старше 65 лет с хроническими заболеваниями. За первый квартал порядка полутора тысяч граждан получили данную выплату. Также есть выплата в размере 2500 рублей. Она предоставляется гражданам старше 60 лет, у которых средний душевой доход нежели величины прожиточных минимумов. Порядка 350 граждан также получили данную выплату за первые три месяца. Также соцработники и волонтеры доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости нуждающимся. Оказывают и психологическую помощь. А в районах работают мобильные бригады, которые возят пожилых людей на вакцинацию и в стационар. Обсудили изменения в федеральный закон о ветеранах и инвалидах боевых действий. Теперь такой статус получат те, кто принимает участие в специальной военной операции. Это позволит распространить на них налоговые, транспортные и земельные меры соцподдержки, а также льготы по оплате коммуналки. На региональном уровне буквально вчера подписан указ губернатора Ульянской области о единовременной выплате в случае гибели военнослужащего лица, проходившего службу в войсках Национальной гвардии, принимавшего участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За членом семей погибших устанавливается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, которая выплачивается в равных долях. На доработку министра отправили вопрос, касающийся передачи здания ФАПа в селе Загозкино в собственность районного центра. Ринат Алиулова, Артем Куранов, Улправда ТВ.